Европейская тропа Е4 начинается в Гибралтаре на берегу Средиземного моря, идет через Испанию, Францию, Италию, через Балканы, Грецию и заканчивается на Кипре. Здесь именно на Кипре ее последний участок, ну или первый, если начинать с этого конца. Мы пройдем кипрский участок тропы Е4, начиная от Пафоса. Тропа вообще начинается прямо в старом аэропорту Пафоса и идет в аэропорт Ларнаки. От Пафоса тропа вначале идет на запад, до полуострова Камаз, проходит по южному побережью полуострова, потом недалеко от его оконечности пересекает полуостров и выводит на северные побережья. И только вот уже здесь, в Голубой лагуне, тропа впервые поворачивает на восток. Это вот первые шаги и дальше будем все время идти на восток до тех пор, пока не дойдем до Ларнаки. Южный Кипр по виду и по своей природе очень сильно похож на Крым и в конце октября погода здесь примерно такая же как в Крыму летом. Днем достаточно жарко, а ночью прохладно. Ну так, относительно прохладно. В озе море градусов 15 по ночам, в горах пониже. Днем где-то 25, а то и до 30 доходит. Поход по Е4 продолжается. Вернее для начала нужно на тропу вернуться. Вчера немножко сошли, чтобы на берег моря выйти. Сейчас мы идем к Савросу. Это место на Кипре, где больше всего муфлонов водится. В Савросе вообще у них там типа... Ферма не ферма, а лесничный такой, да. Но они прямо здесь бегают у нас под носом. Единственное, конечно, снять не успеваем, потому что перемещаются они значительно быстрее, чем мы. И мы так видим, там два-три, перескочит перед нами дорогу, сразу моментально вверх и все. С утра решили такую небольшую зарядку устроить для нас. Ну, я имею в виду те, кто тропу прокладывал. Решили нас немножко зарядить. И вот поднимаемся круто вверх по узкой тропинке. И судя по чему, метров на 300 по перепаду высотно придется подниматься. Ну и где-то, наверное, больше километра, так, в длину. Тропа И-4 ведет прям вдоль-вдоль русла небольшого ручья. Вода там по виду очень чистая, но как-то все-таки пить, наверное, не решимся, да? Без кипячения. Пока вода есть в нормальной стране, надеюсь, что обойдем при нормальной воде этой тесты. Теперь нам предстоит подниматься по-крутому склону. Очень похож такой на горнолыжный склон. Атмосфера уже как осенью. Пар еще не идет, но близко к тому. Днем до плюс десяти, ночью плюс два. У нас тут наверху немножко облаком накрыло. Вот сейчас и рассасывает. И в целом, по прогнозу погоды, сегодня ночью должен быть сильный дождь. Поэтому мы ходим и смотрим вокруг, чтобы такое место найти интересное, чтобы от дождя спрятаться на ночь. Крыш какую-нибудь. Вышли мы из Тродоса. Прошли тут буквально два-три километра. Но начались приключения. Как говорится, прошли сколько уже там десятков километров без приключений. В Тродосе на ровном месте провалилась нога у меня в дырку. Я с рюкзаком совсем в размахах шмякнулся об асфальт. Ногу чуть-чуть подвернул, но вроде пока не смертельно. Решил для теста все-таки пройти еще полдня, хотя бы посмотреть. Если распухнет, то придется эвакуироваться и закончить на этом сегодняшнюю поездку. Так вроде пока терпимо, не распухло. Но было очень неприятно, потому что пришлось падать на асфальт.